Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео, как убрать папилломы, кератомы и бородавки за один день натуральными средствами. Только не родинок, не путайте, любые сомнения сразу к дерматологу на обследование. Как я уже делал на днях одно свое видео про гнойные пробки в миндалинах, ссылаясь на видео одного доктора, который не в полной мере осветил данную тему, так и сейчас в данном видео я хочу сделать обзор на тему быстрого удаления естественным путем, без операций, но натуральными и эффективными средствами. Папилломы бородавок. Этот доктор говорил в своем видео только о внешнем лечении, а о внутреннем, ну буквально только о инсулинорезистентности и интервальном голодании, что, конечно же, верно. Но не всегда достаточно. Я же расскажу о подходе комплексном, наружном и внутреннем. А выбор, конечно, за вами. Да, за сутки возможно убрать папилломы, кератомы, бородавки, такое бывало. Бывает и за 10 часов могут папилломы высохнуть и отпасть. Но у всех людей по-разному. Это связано с состоянием иммунитета, с индивидуальными обменными процессами, со степенью подавления их к моменту начала данного нового уже лечения и со скоростью метаболизма, с уровнем сахара в организме, но, как правило, от суток до двух недель. Однако при комбинированном лечении двух методов, о которых я сейчас вам расскажу, обычно за 2-3 дня. ВПЧ или вирус папилломы человека, или вирус папилломатоза, это, кстати, онкогенный вирус, в том числе он вызывает рак шейки матки. И внешнее проявление на коже – это лишь вершина айсберга. Потому очень важно не только убрать последствия, но и лечить причины, к чему я вас и призываю. Только крепкий иммунитет может бороться с этими вирусами. И они годы могут быть в латентной форме, но стресс, дефицит питательных веществ и другие объективные факторы могут привести к их активизации, то есть к переходу в активную форму их существования. Да, лечение должно быть и снаружи, и изнутри. Помните, что причина внешних проявлений на коже – это всегда отражение внутреннего состояния и проблем организма. В этой связи обязательно посмотрите мои лекции, а ссылки будут оставлены в описании, такие как грибки и кожные проблемы, папилломы, прыщики, ратомы – вот все эти лекции. Сейчас я вам расскажу про наружное лечение, а затем про внутреннее, комплексное. Наружное лечение состоит из двух этапов. Первое, совершенно верно, доктор тот отметил, это йод, а вернее повидон йода, такая его форма, в аптеке продается в любой, легко можно купить, ну, практически в любой. Плюс свежий сок чеснока. Действительно, аллицин в составе сока чеснока, еще и противораковый компонент, противовирусный отчасти, он эффективен. Что надо сделать конкретно? Надо раздавить чеснок, отжать сок, взять две капли чесночного сока и 20 капель повидона йода. То есть один к десяти размешать и нанести вот этот состав на папилломы, бородавки, кератомы, например, ушной ватной палочкой. Хорошенько. Потом заклеить пластырем, причем пластырь со стороны прилегания к папилломам, кератомам и так далее, надо тоже смазать точечно этим составом. А то с кожи пластырь в себя вберет и эффективность будет ниже. Вот это надо учесть. Заклеить пластырем и так делать два-три раза в день. Хранить эту смесь можно до 12 часов в холодильнике, но лучше применять в свежем виде. Только что приготовленная эффективность будет выше. Это действенный метод, все правильно. Но есть же еще старое забытое средство. Народное, русское, исконное. Сок чистотела. Недаром эту траву так и называют. Чистотел. Кстати, у меня о нем было видео. Непременно его посмотрите, потому что там более широкие средства не только для выведения папиллом. Поэтому, говоря о папилломах, канделомах там и так далее. Если вы срываете стебель, оттуда выделяется желтый сок. Им и примакиваете, намакиваете, намазываете эти папилломы свои и кератомы, и тогда они отсыхают и отпадают. У всех по-разному. По разным причинам это происходит. Но, однако, от суток до двух недель. Если вы хотите, а я советую, комбинировать эти методы, тогда это будет эффективнее. Например, два дня подряд повидон йода с соком чеснока, а другие, следующие два дня, чистотелом. Ну, конечно, это можно делать, когда вы живете в тех местах, где есть чистотел. Ну, например, поехали на дачу, или в отпуск куда-то, или в турпоход, или еще куда-то на природу, когда вы можете себе выделить там несколько дней, в том числе для этого. Но вот это будет наиболее эффективным. То есть комбинирование вот этих двух действенных методов. Обязательно ешьте чеснок. Воздействие изнутри, очень важно, казалось бы, простой и знакомый продукт. Но неужели у него такие чудесные свойства? Да, очень серьезный. Кстати, чеснок – великолепное желчегонное средство. Одно из самых сильных, естественных, натуральных, тоже прекрасно. Антисептик мощный, да. Селен микроэлемент – важнейший антиоксидант среди минералов. Там тоже присутствует. Ну, это, конечно, зависит от того, на каких почвах выращен чеснок, потому что каких-то больше тех или иных минералов, каких-то меньше. Далее. Также я советую, говоря о комплексном, системном подходе, принимать обязательно витамин D3. Желательно витамин D3 плюс К2. Идеальный вариант – вот это масло 4 в 1. Про него у меня видео было. Это натуральный D3, полученный не синтетическим путем из нефти или еще чего-то там, из лаборатории, а именно путем экстракции из лишайников. То есть природный, естественный, ну и, конечно, совершенно другой эффект усвоения. Есть два мощных антиоксиданта, антиокислителя. Первый – это дегидрокварцетин. Посмотрите мое видео. Второе – Т8-экстра. Это такие полипринолы из пихтовой хвои. То есть, понятно, натуральные средства – это антиоксиданты. Два вместе принимать, ну только не одновременно, а в течение дня. Это наиболее эффективный способ. Ну, для укрепления иммунитета. Ведь это важно для борьбы с вирусами. Помните, папиломовирус – это вирус, он внутри организма. Ну, далее. Куркума с черным перцем. Смотрите непременно мое видео «Куркума». Потому что я там поясняю все тонкости и нюансы. К тому же есть куркума из Камбоджи, из одной провинции. Там 10,5% содержания действующего вещества, пигмента куркумина, в отличие от самой лучшей индийской, в которой не более 1,5%. Ну и с черным перцем идет усугубление, усиление эффекта. Он тоже есть из Камбоджи. Вот это то, что я сейчас вам все перечисляю. От дегидрокварцетина до куркумы. Все есть на нашем сайте nadgard.ru. Мы собрали все самое лучшее со всего мира, что называется. Ну и вы можете купить все это у нас, приобрести на нашем сайте nadgard.ru. Ссылка в описании. Не одна ссылка на все эти продукты, о которых я говорю, для удобства нахождения их вами. И в любые страны мира, не только в любые города России, а в любые страны мира мы отправляем наши товары, продукты, приборы. Более того, многие пишут об этом, поэтому наперед скажу. Если вы находитесь за границей, но боитесь, что я бы заказал, доплатить не смогу. Это все глупости. Есть у нас метод, при котором вы можете из любой страны мира заплатить. Соответственно, мы вам отсылаем товар, и вы этот товар получаете. То есть это не пишите, а просто делайте заказ, если вы хотите, конечно, делать заказ. И дальше с вами менеджер связывается, и все нюансы обсуждают. Все это уже, как говорится, налажено. Далее следующее. Говоря о том, что лечение комплексное, серьезное, должно быть и снаружи, и снутри, я в завершении скажу следующее. Да, разумен переход на веганское только кето-питание, безусловно. Есть у меня такое видео. На интервальное голодание, совершенно верно, у меня тоже такое видео есть. Очень важно очищение организма. Есть и такое у меня видео. Но, скажу лишь, что для тех людей, кто не может или не хочет пользоваться кружкой эсморка и магнезией, то, пожалуйста, есть другой способ. Это гель-сорбент, но не какой-то там энтеросгель и прочий. В общем, посмотрите видео, где я с коллегой моей, с женщиной, она врач, и возглавляет производство, которое находится в Новосибирском академгородке. Так вот, уникальная разработка, не имеющая аналога в мире, два в одном, что называется, и очищение на клеточном уровне организма, в первую очередь кишечника, но не только, и пища для наших кишечных родных бактерий, которые нам жизненно необходимы. Тогда будет здоровая кожа. Ведь очищение от токсичных веществ, отработки межклеточного пространства, клеток наших, надо помочь лимфатической системе вывести из организма яды и токсины. Ну вот, соответственно, это тоже важный момент. Далее. Если вы чеснок не можете потреблять, противно, запах, на работу не хотите, есть порошок чеснока, но не обычный, а полученный нами мы его делаем в вакуумных дегидраторах. Тем самым все полезные свойства сохраняются, а вот этого едкого запаха уже нет. Так что можете его есть спокойно. Плюс к тому советую бета-глюкан. Мы делаем его из пророщенных семян глазерного овса. Аналога в мире нет, даже немцы делают не из пророщенных, это проще. И этот продукт идет на экспорт даже. Это уникальные, в том числе, противораковые средства. Оно укрепляет иммунитет, поэтому бета-глюкан, к тому же он загуститель, ведь его можно использовать в кулинарии, но только термические, высокой температурой не обрабатывать. Так что, пожалуйста, те же кистелин, натуральные какие-нибудь хорошие, пожалуйста, можно делать с ним. А вот бета-глюкан. Далее. Цинк. Ну это в аптеке купите. Цинк обязательно принимайте двойную дозу от рекомендованной на упаковке. Про Д3 сказал. Про сорбент и прочий важный компонент сказал. В завершении скажу следующее. Есть наука фунготерапии. Она изучает свойства лечебной высших безидеальных грибов. И вот в природе есть уникальные лекарства. Это травы и высшие грибы. Так вот, все грибы являются лекарствами, пока они не жарятся, не варятся. Многие действующие вещества там живы, пока термическая обработка выше 38 градусов, не превышена, потому что более 38 разрушаются многие вещества, грибные полисахариды. Но вот есть грибы Шитаки, Веселка, многие другие. О них у меня целый плейлист на канале. Дело в другом. Есть курс противогрибковый и противовирусный. Я советую, ну для тех, кто поймет, насколько это важно, конечно, захочет, пройти параллельно пропивать этот курс. Помните, что инфекции основные внутри кожи лишь отражает внутреннее состояние организма. Поэтому важно внутреннее лечение. И из латентной формы, и вообще убрать из организма вредоносные бактерии, грибки и вирусы, можно, применяя комплексный подход. Коррекция питания, образа жизни, отдельные препараты, снаружи воздействия, ну и, конечно, грибные лечебные препараты и концентраты определенных трав. Вот методики те или иные, такие как антипаразитарная программа, противогрибковая программа, программа для выведения тяжелых металлов из организма и прочие наши программы, все они как раз комплексны. На этом на сегодня все. Скоро будут другие интересные видео на моем канале. Не забывайте, подпишитесь, кто еще не подписался. Нажмите на колокольчик, на уведомления о выходе всех видео. Не забывайте проверять подписку. Приходят ли вам новые видео? Я публикую обычно два, как правило, три видео в неделю. Имейте это в виду.